Не развязывай. Не, я не развязываю. На левую сторону переведи. Вот сюда, переведи на левую. Вот так. А то развесит здесь, умотит. Я не пойму, что висит или нет. Так. Мы за стол садиться будем. Давайте. Боже мой, мы сегодня не грешим. Создавлю Господи, помилуй меня. Вячеслависто грешил Господи. Прости меня грешим. Помилуй. Отче наш, иже истинно небесе. Да светится имя Твое. Да при царстве Твое. Да будет поле Твое. Яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам здесь. И остави нам долги наши, якоже ему и оставляя должников нашим. И не веди нас во искушение. Но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, сила и слава во веке. Аминь. Слава от Своей Сыну и Святому Духу. И ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, благо Свою. За молитву Пречистоте Матери Всех Святых Твоих. Господи, Иисусе Христе Сыне Божий. Помилуй нас. Аминь. Аминь. Боже, милостью будь не грешен. Садовый Господи, помилуй меня. Бесчеславец и грешил Господи. Прости меня грешного и помилуй. Так. Володя дал нам 10 минут. А обед будет готов. Садитесь. Поближе, чтобы попадали здесь. Я с тобой начал сейчас говорить только об этом. Пояс. Зачем ты развязываешь? И каждое утро все, я тебе показываю. Вот у меня пояс. Вот смотри. Он завязан. Четыре узла. А мало того, еще он слетеный. И вот сюда продернутый. Примерно 10 лет я не снимаю ни в бане, ни на... И не нужно мне одной секунды тратить. Вот бреется человек. Там папа римский, то другое. Это сколько же время, сколько средств. А она растет и растет. В галстуке, и как Осип, я не могу поверить, что это верующий человек. Где он на иконах видел бритые? Где он видел в галстуке? Ну, одна коротенькая, маленькая жизнь. Что вы, как говорится, вошкаетесь ни на чем. Вот рубашка. Вот смотри, я показываю. Смотри. Она с пуговками. Мне не касается. Такая выпущена. Здесь несколько раз простращил. Вручную. Прошил. Она у меня никогда здесь нигде нету. У вас пузо видно. И здесь все. Запасные пуговки, когда надо, отрезал. Ну, в такой мелочи вы не хотите применить разум. Это моя коротенькая жизнь. Она состоится из определенных секунд. Ни одной секунды лишней мне не дано. Ты кого можешь удивить своей жизнью-то? Понимаешь как? Вот мы начинаем, когда разговаривают, такие как амброси медиаланские. А почему? Потому что собранность была. В одну. Каждая секунда у него дорожите временем, ибо дни лукавы. Не хвались завтрашним днем. Вот сколько ты здесь есть, все время развязывать. Ты пояс развязывать будешь? Да на левой стороне, не на мотне болтается неизвестно что. Ты развязывать ее будешь? У меня уже пузо давит, Игнатий. Развяжи и по-другому сделай, как тебе надо. Сейчас развяжи. Развяжи, чтобы не давило. Но это не причина. Развяжи. По норме себе сделай. И завяжи опять четыре узла. Вот бегает по улице у нас мальчишка. Илюша. Через пять минут без пояса. Да подойди, я ему четыре узла завязываю. Четыре. Все узлы развяжет, опять сбросит. Почему? Спрашивается, почему? А потому что старший его в этом поощряет. Нарушать устав. Чтобы не было спокойствия. Наводить смуту. В церковь не ходит. По теряевке живет. Зачем он живет? Зачем? Когда одна злоба рюхой течет. Ему не может определить, на сколько она ест. Он на свою пузу норму не знает. Каким пузырем выйдет за стола. Ему охота за... Да не искай зубы-то. Быстро завязывай четыре узла. Оно не завязывается, не тянется. Видишь, как проглаживает поясок. Ему надо на него возиться. У тебя нет никаких правил нет. У тебя мало четыре, ты можешь завязать пять. Да затяни. И больше никогда не трожь его пальцем даже. Вот переведи сюда. Так, у меня вопрос. Вот вы как отсюда выехали, поехали в диск на соревнования по собаководству или как назвать. Я буду спрашивать, отвечая, как вы выехали до Барнаула? Перепесни, у тебя там записано есть кариоки там все эти. Или вы... Мы с батюшкой беседовали. Мы же с батюшкой поехали. Так, это понятно. Я пробовал. О чем? О чем? Да сейчас даже и не вспомню уже о чем. Значит не очень важно и не трепетно, не болезненно. Да. Иначе бы ты помнил. Нам батюшку жалко. Мы его берегем. Бережем. Бережем его, да? Да. Всех попов, какие есть, всех прихожане берегут. Приехал отец Валерий вот такой. А сейчас он у нас поправился. Это бабки. Они очень довольны это. Жир скворчит на сковородке. Валерий-то ничего не хочет делать. Ему это не нужно. Вот я захожу. И кто? Бузбаков. Фамилия Бузбаков. Сергей, кажется, его знать. Вот. К крещению пришло много людей. Может быть человек 30. На все про все он потратит самое больше 15 минут. Первый вопрос. Квитки у всех есть? Все заплатили? Заплатили, подходит. Ребенок кричит. Он разговаривает, балагурит и машет не ребенка, а копточку кто держит ребенка. А я стою и смотрю. Он на меня смотрит. Иногда так глянет. Он не знает, кто я. Город Крунзе. Киргизская СССР. Советское время. Ташкентская епархия. Ничего. Единственное, что пока его там не было, он не вышел. Где он там был, неизвестно. Та, которая тут уборкой занимается, она успела людям показать, где как креститься. Не креститься люди даже не могут ничего. Им надо дома. Там ловушок с пивом ухаживается. А почему крестишь? Теща как сдурела. В Одессе не хочет антихристов. Антихрист говорит. И вот пришлось идти. Бузмаков, по мере его. Кончился он. Я подошел. Батюшка, я вот... Что, опоздал? Я говорю, да нет, не опоздал. Я говорю, я посмотрел, как вы крестите. Вы же кощунек. Ладошкой мокрый. А он мне так кулаком в бок. Шутяй. Ну ладно, кончай. Поехали в ресторан. Тут же из крестилки. А еще я не пойму, что ты ржешь. Зачем? Ну как? У нас ситуация. Это слезы. Вы смешите? Я тебе рассказываю. Это моя биография. Сколько людей до этого было. Ни священник, никто его не трогал. Я первый его коснулся. Но он еще не знал, с чем это кончится. Я говорю, я напишу архиерею. Да ты ж никому это не надо. Ну что ты? Пошли в ресторан. Варфоломей тогда был. Архиепископ. Я написал письмо тоже на подоконнике. Написал все. А мой брат Павел ездил там свечи покупать там, что требуется. Ну и письмо отнес. Он просчитал. Я указал каноны. Это он сам написал. Он просто в торопях написал. И он прямо так и написал. Да. Вызови его ко мне. Я его сразу поставлю священником. Да мало того, выбор. Три места. Я говорю, я люблю рыбалку. И где-то идут. У меня такое место есть, пожалуйста. Где? Ну я говорю, я должен все о себе рассказывать. Ну тут так понятно, что вы верующий. Я ему рассказываю. Показываю книжку о нашем уповании отца Дмитрия Дудкова. Он посчитал и говорит. Так он сейчас в гонении у власти. Я говорю, а он мне подарил. Это нехорошо на вас повлияет, когда узнают. Вы книжку эту отдайте мне. Я говорю, как я отдам? Это подарок? Это автор подарил. Он вытаскивает Библию. В то время Библию это вообще. Я не Библию подарю. Только отдай книгу мне. Я ее сожгу или... Я говорю, я не могу этого сделать. Эта книга человек писал. А там Бог рукой возил. С Библией еще сравнивает. Ладно, иди во двор погуляй. Я погулял. Меня называют. Так, не передумал, нет? Я тоже тут подумал. Знаешь, на священника я как-то найду. А ту миссию, которую Бог тебе дал, вот это обречает. Мне не найти больше нигде. Да и люди не найдут. Вот тебе деньги на дорогу, самолетом езжай домой. То есть, благовидно, все по-хорошему. И все. А то три храма. Как он меня проверял. Давай, говори, паки, паки. Я говорю, паки, паки. Он громче. Паки, паки. Э, нет. Еще громче. Паки, паки. Что, больше не можешь, нет? Он меня жезлом, а так, ткнул тоже. Ну, значит, такой ты и будешь. Он идет, когда по храму. И кто-то, молодые люди зашли, он сразу кадет. Архиерия останавливается. Ты священником хочешь быть? Первый раз видит. Ни одного слова не разговаривал. Но меня он отдал какому-то Василию. Василий, это глубоко верующий. Батюшка на пенсии. И он сидит, перебирает, как то, когда заказал молиться. У него только перебирает имена, на три часа хватает. Это его вся молитва и никакой просьбы. Я у него был. Ты понял? Я тебе это все говорил. Вот вас куда выбирают от таких? Когда они проверяют. Можно я скажу? Я спрашиваю, дорогой о чем говорили с батюшкой? А мы его жалели. Это в этом жалость ваша? Мы его бережем. Ну да, бережете. От чего? От чего? Ну да. Чтобы нервы его бережем. Что такое нервы? Объясни. Нервы? Об этом ни одного слова не говори. Объясни мне, чтобы было понятно, по слову Божьему, что такое нервы. Нервы? Да. Ну это, душа метется, душа начинает гневаться для человека. Ну, душа метется, это понятно. А нервы-то при чем? Ну это так говорят, они знают. Говорят. Когда говорят нервы, это означает дверь открыта для сатаны. Дверь открыта, запомни мое изречение. Это, я говорю, дверь открыта для сатаны. То есть, чуть меня тронет, я сразу загорелся, сейчас меня задергает нервы. Я по каждому вопросу находил изречение. Это мое изречение. Нравится или не нравится, это уже как кому? О монашестве, там, о мощах, у меня на все есть изречение. Не слова, а изречение. Повторяю, мы сейчас их в интернете запустили, повторяю, что монашество в том виде, в котором оно пришло и есть, принесло зло во сто крат больше, чем вместе взятые коммунисты, фашисты, масоны, мусульмане. Они аж дрогнули. Сейчас один священник, там, Бирюков, Сергей, я ролик сейчас готовлю против вас. Самый плохой православный мне ближе, чем вы самый хороший протестант. То есть, священник все хохочет, вот как ты такой балагур, батюшка. И что-то знают люди, нет, насилие он там не может толком прокормиться. А был у какого-то Гумерова, что ли там, знакомый. Я написал Сергею парализованному, говорю, на меня вот такое-то, а я его исключил, больше не принимаю. А он говорит, злобный попенок. Вот так. Это Сергей парализованный, чтобы так сказал, это ему открыто Богом. Я что ему могу сказать, только молиться. Мы батюшку берегли. Поближе, иначе вы не будете там попадать. Так, а от чего берегли? От переживания. Да, 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 да. От переживания, да. Да как, тогда о чем же у вас разговор был? О пролетающих мимо памятниках, около дороги разбитых, 18 только, да. Это ровная дорога, ни горная, ни какая. И 18 постаментов разбились люди на нашей Алтайской дороге до Павловска. А ты видел эти пах-пах? Ни одного не видел. Вот я прощаю тебе говорю, ты слепой у меня в сон. А я не только видел, а считал. Еще год пройдет, я опять еду дорогой и никуда не отвлекаюсь. Молюсь и считаю. Как они могли разбиться? Дорога гладкая, совершенно ровная. Дорога не занята сильно машинами, издалека бежать. Это означает, был пьяный или заснул. Ну в крайнем-крайнем случае, там лопнуло колесо или еще что-то. Но опять же, какая твоя скорость? Какой-то шаровый, там есть в колесе, я однажды ехал. Такой был, нас развернуло. Со священником ехал. Никола Дубнов был, старообрядческий. Нас сбросил, развернуло и потом выехали. А это памятники стоят. Телефоны еще были, мобильный телефон, одной рукой рули. Но одной рукой-то еще нельзя рулить? Ну, я думаю, что все-таки... Нет, это никакого отношения не имеет. Одной рукой не рулить. Черт, не рулить, ты сходы же переключаешь, когда рулишь. Да ему зачем переключать ровная дорога? Зачем нарушать? Теперь на том свете. А бывает так, что вот... В общем, не надо. На обгон пошел, а там навстречку, вот и все. Да ровная дорога, видно, что машина идет. Да уснули, уснули скорее всего. Да не надо это говорить. Совершенно ровная дорога. И видно вперед километров на 25. До горизонта видно. Совершенно ровная Алтайская дорога, Алтайский край. Вот начинает вертеть, крутить. Означает несерьезно отнесся к своей жизни. Про одного считал. Енот выскочил на дорогу, он как крутанул. Енот! Да добей его, зачем он бегать по дороге-то? Крутанул, его сбросил, и два человека погибло. Из-за енота. Мы едем. Собака мертвая лежит задавная. Около нее собачка другая сидит. Мы проехали подальше, остановились. Не видел это. Я прошел, взял у меня с собой посох. Давай собаку убирать с дороги. В это время еще другие остановились. Я подошел отдавать плитов, говорит, а вы нам давали. Я говорю, а кто вы такие? Мы полиция. Мы к вам потеряем, мы приезжали. Разговор хороший. Очень хороший. От чего вы берегли батюшку? Ответь. Ну вот от этого. От этого? Что у меня благовестия с нами не ездит? От благовестия берегли его? Каждый год едет там к Ивану Суворову в Тулу. Зачем? Я перед ним на колени остановился. Не езди, опасно. Тем более у него стимулятор, там, пружинка поставлена в сердце. Ему ли ездит-то? Каждый год. Это сколько же времени ехать и подвергаться опасности. Он едет, лежит, а к нему один навалился с ножом. Снимай полушубок. Да он как-то оттолкнул его, соскочил. Вот тут его скрутили. Да это и дома может быть. Ну что сравнивать? Дома я сижу вот здесь вот или сижу, когда мотается навстречу машины. Что сравнивать-то? Даже здесь и то дурно. И каждый год едет, никого не слушает. И вот Володя Васильевна сразу за батюшку. Он едет? Зачем он едет? Куда он едет? Зачем? По мертвым монастырям? Когда вернется и говорит, нигде я не нашел то, что у нас есть. Стою, что они там считают, понять не могу. Наизусть знает службу. 35 или сколько лет священникам. Не пьяница, не забулдыга. От чего вы его берегли? От того, чтобы Бог его не потревожил? Ну? Значит, человекоугодники мы, что ли? А другого и нету. Я его берегу действительно. О всех недостатках, что он так делает, где я все ему говорю. С ним можно разговаривать, он внимательный. Имеет страх Божий. Значит, не пели бы. И разговаривали даже о чем, сами не знаете. То есть, лишь бы только говорить. Так лучше бы ты молчал, да молился о себе и о нем. Ну и доехали до Барнавола так, в молчанку. И что дальше? Куда вы? Даша, ты куда поехали? Барнаул туда ехали? Приехали, Барнаул, батюшку доставили в храм. Ой, в храм, ну, на Болзунова. А потом мы поехали куда-то поехали. И что ты, за чем ты смеешься? Да память что-то. Да кто виноват? Ты как рыба дохлая. Поехали к Сергею, я знаю, мам еще разводят. Почему Сергей не отвечает мне? Телефон не работает. Я говорю, все благополучно, Олег, но он доехал. У нас с ней очень хорошие отношения с мамой твоей. Поесть мы поехали к маме, к Сергею Сережину. Ну ладно, о Боге мы нигде не говорили, ничего нет. Вам это не надо. Ну а дальше-то что? Во сколько встали в субботу? В 4.40. В 4.40? И поехали в Бийск? Да. Ага. И во сколько там были в Бийске? Где-то в 9, наверное. 9. А вы знали, где там будет занятие? Или как назвать? Ладно, их нам сказали. Так. У вас письменное приглашение или телефонное? Телефонное. Они знают про тебя? Да, знают про тебя. Так. Ну и сколько продолжалось это соревнование там или как назвать? Весь день. Весь день? Весь день, да. Много записали? 18 гигабайтов, 45 файлов что ли. Так, зачем ты там сдал, а не сюда привез? Не говори, не называй никого, не надо. Я уже знаю эту историю. Мы же договорились, вы возвращаетесь, дали свой видик, ты запишешь, вернешься, нам отдашь. Нет, вы все сделали по-своему. Но зачем? Я вам сказал, что я снимать буду на свою камеру. Ну а снимай, дальше-то. Дальше я вам сказал, обещал, что файлы будут у вас. А зачем ты домой брали? На подстраховку. На подстраховку. Ладно, это ваше дело, дело в том, что надо было привезти сюда, чтобы я сначала посмотрел. Где соединить? И что? Ну договорились. Для чего я так заботился? Сумочку дал, положил туда. Вы сделали по-своему. Я ждал и молился. Мне надо его проработать. Где-то что-то вырезать, убрать. Бывает такое, что не полезно, случайно попало. Чужой человек там что-то говорил. Ну, Людмила Тихомич. Ну в общем, сделали не так, как я сказал. Можно сказать? Ну говори, что-то мне не надо его видеть. Ну что там, я когда снимал там за кадром, люди говорят там, вообще было очень жарко, многие женщины там в шортиках, в юбках вообще никого не было. Все там в джинсах. Мы сделали не так, как я. А ладно, почему вы не привезли сюда? Записи-то ни одной я не получил. Вы решили связать, не надо с администрацией там сдать. Об этом разговоре-то не было совершенно. И поэтому я ни одного процента в ту сторону даже не смотрел. У вас какая-то самостоятельность без рассуждения. Я сказал, привезти сюда, и я дальше занимаюсь здесь. Просматриваю, на какой минуте что. А когда теперь администрация там модератора ставит, я только замки снимаю, я проверять уже не буду. И потом будут замечания, что вы ставите. Еще верующие называетесь. У вас здесь шалабан-то не варит совсем. Вам не надо думать. Я сказал, снимайте, ладно, другая камера. И привезите сюда. Я сегодня бы день занимался. Завтра я бы отправил уже в город. Мне ваша изобретательность поперек дороги стоит. Дальше вы не рассуждаете, что с этим материалом я должен работать. Иногда бывает, случайно кадр мигнуло, и с ним трудно. И задержат на целый месяц. Я тогда говорю, секунда такая-то. Три секунды убрать вот эти, убрать. Там человек сквернословое сказал. Не надо. Вы не сделали так. Понимаете? Ты бы знал, как я ждал вас. Как молились. Что? Можно знать, как сделать. Я вам помогу в этом. Не надо. Сразу отвергаю. Не надо. Мне то, что вы наляпали, уже не надо. Это невозможно. Уже работа над ними идет там. И работа такая, только закачка. Больше ничего. Никто не знает, что можно убрать и прослушать. У меня свободное время не хватает. От работы везде выберут для этого. Не надо. Что ты не говори. Это идет только на подтверждение того, что вы не делаете, когда вас просят. Я вас провожал. Молились об этом. Какая сила вас заворачивать на другую сторону? Вы двое были. Ни один на доме не сказал. Нет, он ждет там. Я жду. Пошли на Малину, я и там молюсь, и дома, и вечером, и ночью. А вам нужды никакой нету. Вы за это отвечать будете? Нужда была. Я вам не дозвонился, когда вы уже уезжали сюда. Я хотел с вами договориться, что я вот так вот поступлю. И попросить на это благословение. Я мог сюда свою камеру эту провести, а тут там оставить. Такие мысли были у меня. Но не дозвонился, как раз были занятия. Я позвонил Володе. Я говорю, Володя, так и так. Передай Игнатию Тихоновичу. Передавал он вам? Нет, конечно. Нет. А вы говорите никакой заботы. Но какая забота? Это не дошло. Надо было делать так. Не дошло, не дошло. Значит, препятствия. Мы не договаривались, что оно дошло. Вы сказали, что мне нужны файлы. Где выступаешь ты и что еще? Эти файлы мы отправили. Они у вас будут на канале. То есть мы свои обещания выполнили, Игнатий Тихонович. Оно было поставлено так, без проверки. Понимаешь, нет. Там что проверять? Тут вот выступил. Там никаких не матерков. Откуда я знаю? Мне надо было проверить, посмотреть. Не один раз я уже заляпал. Да. Если бы было задание, что привезите мне, я проверю, посмотрю, а потом... Ну он снимал. Он снимал. Как ты можешь за него решать? А он еще там нет? Откуда ты знаешь? Когда рядом все показано было. Речь шла. Он говорит, мне нужно на мой канал только твое выступление, только на где ты. Да. Но снимал он, и ты не знаешь, что там не слышно. Вот что дело. Как вы не поймете? Там ничего не слышно. Я выступал в полнейшем машине. Ты выступал в ООН, а между вами расстояние было. Или расстояние достаточное? А люди были вообще там только в ринге. Так. Чем закончилось? Выступление? Да. Выступление. Какие награды? Кому? Награды кому? Ну, во-первых, мы поехали командой. То есть я взял своих учеников. Пупков, вот эта женщина, в Кемерово мы брали собаку, помните, которая меня укусила? Да. Вы еще говорили, бери хорошее. Вот эта женщина со мной поехала, и она была в моей команде. То есть в команде должно быть три человека. То есть Пупков с Хурраганом, Пупков с Верном и Павел Греймом. И мы вот этой командой взяли первое место. Она тебе помогла. Да. То есть ее баллы как бы... Подняли и твой статус. Да. А в других командах было пять человек. То есть у них шанс было больше. То есть мы должны были все-все-все пройти. Вот. А у них, ну как бы... По каким секциям или как? Общий курс дрессировки. Что в нее уходит? Послушание. Сидеть, лежать, стоять. Ко мне рядом. Апорт, место. Ну, а... Серь. Ну, рядом, я сказал. Рядом. Рядом. Самая трудная команда это рядом, если я не знаю. Рядом, да. И вот Наталья вот на этой команде, конечно, она собирала штрафные баллы. То есть она там... Ну, она сделала вывод для себя, что она неправильно. Ее собака охраняла лучше. Охраняла хорошо и защиту хорошо показала. Да. Очень понравилось. Так, у меня вопрос. Надо ли это верующему заниматься? Вот такое. Собаками заниматься. Это много времени, ежедневно и... И ради чего? В общем-то, если сложить за годы, у тебя сколько часов уходит на это. Надо ли это? Кому вопрос? Я к нему задаю. Тебя сейчас спрашивают. Это фишка. Ну, я профессиональный дрессировщик. Это моя профессия. Нужно ли печенику класть в печи? Печи надо. Печи тепло. А то, что ты дрессировал собаку, а потом она лежать, сидеть. Дальше ты еще... Она лежать без тебя... Вам хорошо с урагами было на благовести? Очень. Вот. Это не то слово. Без него я бы и даже не поехал. Вот и Натали с драйвом хорошо. Муж уехал в командировке, а она одна с детьми есть. Она знает, что... У меня за собакой прилетели... Я не одну собаку держал. Малышка называлась, черная. Прилетели из Алматы в уголовный розыск. В уголовный розыск. Это чего-то стоило. У нас занятия, тебе рассказы какие были. В уголовном розыске там взрыв пакеты бросали, задержали, следовая работа ночная. Уголовный розыск занимался с нами, капитан Никитенко. Я понимал, что там и на наркотики, и на все это, и на миноискатели. То есть это собаки военные. Они очень полезны. А это... Другая приходит, сидеть, лежать. Она больше ничего не знает. Вот она, фаска эта, ходит. Хаска. Сидеть, лежать там все. С порода какие были? Крови ваши? Овчарки. Шотландская овчарка была. Бельгийская... Шотландская овчарка это коля? Коля, да. Белая швейцарская овчарка была. Немецкие овчарки были. Бельгийская рыжая? Бельгийская, не черная, она рыжая. Вот как верно у меня она называется. Черные овчарки немецкие. А у этих у других роботов как черная? Это бельгийская тоже, для нашей страны. Но они черные, а немецкие, восточноевропейские называли. Совершенно черные были? Были. Красиво выглядели? Да, да. А норматив смотрят в холке сколько? Чтобы не больше 72. Это не выставка была, это было соревнование дрессировщиков, кто лучше выдрессировал. Собака любая, хоть шарика берите и вам дадут звонить. У меня легендарным называли Арексом, полукровка был, хороший хвост. Но не жалеете, что были? Нет. Кому что сказали, раздавали визитки? Евангелие, когда награждали участников, каждый получил Евангелие. Конкретно в единицах выраженного награда какая, кроме этих вот поилок? Так, в денежном выражении... Ну да. Ну, тысячи три, наверное, я привез. А в чем выражали? В деньгах? Или больше? А в чем? Ну, там была амуниция, снаряжение, поводки, ошейники, миски, мячики. Все это очень... Ну, они не деньги, а сухой... Нет, нет. Ну, если в деньги перевезти, я как понял? Ну, да. Он ужин там был? Да. Он снимал, общался с людьми. А меня отметили-то зачем? Его, даже грамоту ему. Его? Да, да. Ну, ему за что? Ну, я когда... Я же не знал, что Виталий поедет. И я предложил спонсорскую помощь в виде оператора. То есть, ну, для организации этих соревнований. Вот. И они говорят, мы напишем благодарственное письмо. Скажи, кто? А должна была ехать моя ученица снимать. Тоже. А когда вышли поздравлять, она... О! А тут же девочка написана-то. Я говорю, ну, не надо это вручать здесь. Она уже пропечатала это букло. То есть, ну, тогда она какой-то подарок подарила тебе, да? Какой подарок? Бутылку шампанского. А его нигде не зафиксировали. И вот эту миску. Шарик. Это миска? Да, да. Ты из нее есть больше или еще? Шарик пускай есть. Так они такие счастья, это можно и самому поесть из такой щашки-то. Давно не упадет. Ну, и вернулись вы во сколько? Из Бийска? В Барнаута. Часов, наверное, в 9-10, наверное. Да, в 10 уже. Ну, даже к маме, даже ужин было. Темно было. И вы успели на богослужение утром? Да. Как там? В собрании было записано? В собрании было, да. Записали. Проповеди записали. И занятия записали. Ребятишки дробок были? Да. Кроме Вани. Занятия вел Игорь по теме преображения дыбунов. Записали. По чем? Преображения. А, по преображениям. Я слово еще раз сказал про преображения. Преображения. Батюшка тоже там проповеди говорила про преображения. Так. Я не связался. Не вышел на Настю. Ну, и вы просили, я вам просто сбросил. Ты ко мне зайди. Там, где кроме контакта. Там у нее еще нет. Там тряпки одни. И я ей дам свои данные, чтобы она была и посмотрела. Каким-то образом это ее коснется. Вот так. От меня. Когда ты будешь. Ты сейчас там работай. Где? Впереди еще большие работы могут. У гороши не так уже и далеко. Смотри на все это. Свои планы. Ты подгадывай. Главное, чтобы до спасения души было полезно. А не просто так махнул рукой. Видите, у Виталия. Как бы гнет вот этот вот 300 тысяч долга. И спасение души. И вот у него метание. Что лучше с вами остаться или уехать со мной. Первого снизу. Выбор должен делать сам. Я не знаю. Ты объяснишь, что десятка. Минус здесь. Минус здесь каждый месяц. Минус здесь. Минус здесь. Он душу-то спасает. Он же при этом не зарабатывает. И это уже долг капает. Долг капает. Ты можешь ехать туда. Он говорит, что ему помогать. Мы хотим же... В чем помогать? Сергей. Так ты объясни. Какая ему помощь? Когда он за это ничего не... Кого там это? Тут надо работать. И хорошо получать. В Барнавуле. Я могу еще советовать. Ты шить не умеешь. На хлебозавод тебя не примут. Вот. Ну, если так рассуждать. Так я могу советовать на стройку пойти. Стройки сейчас хорошо получают. На начало способника. Дальше изучают. У нас ребята пошли. Сейчас с каменщиком и все работают. А высшее образование. Валера Сокольский. Виталий предлагает помощь в развитии моего дела. Трассировки. То есть смотри, проверь себя. А кто тебе платить за это будет? Я ему буду платить за эту работу. Новые клиенты к нему приходят. Новые клиенты. Они платят за его силу. А я помогаю в этом. Да у тебя опыта-то никакого нет. Как это нет опыта? Есть у него опыт. Говорят, что опыт есть. Он кого-то уже... Я в Москву вызывали для этого делать, чтобы я помогал. Развивал. Ну, серьезно, Игнатик. Вавилон тебя вызывали, ты считаешь это критерием. Правильные оценки. На Москве это самая яма. Я согласен, но... Позорная, гнилая. У меня бы не стали... Там русских-то скоро уже не будет. Если они сразу на свой Урбанк Байрам 1 миллион 200 тысяч выставляют. Ну, я вас послушал, как к этим православным я не пошел фонды развивать эти. В общем так, ваше дело. Ты только не сиди. Но я тебе могу сказать, что руками работать. Ну, мы вот 1 сентября поедем и начнем работу плотную. Плотно займемся. А у тебя жить будет? Ну, а где? Ну, конечно. Не надо. Все, смотри как. Если у тебя будет жучить сейчас до этого времени. В сентябре. Кто жучить? Не с 1 сентября. Мы будем копать картошку. Тут надо помочь картошку выкопать. Никого нет. Помочь. Зимой ты уже обеспечен будешь. Вот. Будет картошка. Пришел, насыпали. У меня, Коре, уже занятия с 1 сентября начинаются. Я вот и картошку копки. Я ему посоветовал. Говорю, давай до 16-го. 16-го уже автобус придет. На автобусе приедешь. А ты приедешь? Картошку копать, да? Ну, 16-го. Да, вот. Мы до Барнаула, там можно кто-то в автобус еще погрузить, если приедут. А съезжаешь? А съезжаешь? Ну, все у меня. Мне поможет еще не там. Все, помните, картошку мы копаем до 16-го. Примерно с 10-го сентября. Ну, хорошо. Ну, посмотрим. Там-то, если обратно автобус пройдет, он прям вообще до меня пройдет. Ну, это пока у батюшки сказали, что автобус. Мы не знаем, как будет. Паломников много. Ну. Я у мамы спросил, говорю, а батюшка объявлял, что 16-го там ничего. Она говорит, нам не объявлял. В Кемерово, говорит, набирается полторы тысячи сноса, говорит, к мощам съездить, говорит. Что там полторы? Полторы тысячи путевков в Кемерово съездить, к мощам поклониться. Отец Дионисий делает это. Я говорю, а я от батюшки говорю, ну, если в Кемерово полторы за тысячи мощам, то он говорит, потеряет, надо по пять минимум брать батюшка смеется, говорит, ну, у нас же святой этот, у нас, говорит, у нас живые мощи вроде как святые места. Православный туризм. И отец Дионисий вот этим занимается, миссионерство такое. Когда приехали из поездки, меня сестры обнимают, и милости помогают. Ой, боже, живые! Но мы-то дороже были прожаренные, а я занимался костром, каждый день разводить надо было, ну, в огне, как касалось. Так ничего нету, тогда все? Так? Ну, там конкуренты были, вот, где женщина одна была, хорошо выступала тоже, у нее собака вот эта, бельгийская овчарка, она прям как пуля врезалась, летела просто с такой, и быстро, и мощно так раз, просто не хватало. Она, когда в Барнаул приезжала на мои соревнования выступать, я был фигурантом, и у нас две собаки, и я в обоих случаях не мог на ногах устоять, я падал. Вот. Хорошие собаки, они скоростные, они легкие, но за счет скорости, пуля же тоже 9 грамм, но она валит человека. Ну, ладно, интересно. Ладно, сегодня чем занимаетесь? Что скажете, то и будем делать. У вас все там заканчивать надо то другое. Володя, у меня работа какая-то. У меня сапоги распорожены. Все, чтобы внушить, сидеть все. А тут это, есть палатки немного порваны, может, Диме займетесь? Что? Палатки есть порваны немножко. Ну, я палатками, ну, Надежда Васильевна пущу. Мы или Надежда Васильевна. Палатками я не занимаюсь. По столу Павла, по столу женская сделала. Ну, все тогда за стол. Благостоверный Господь. Господи Иисусе Христе, если не Божий, помилуй меня, садитесь всем. Уже по мобильности. А внутренне, наверное, можно открывать. Оторвали. Более супер. Понятно? Ребён.